здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня я вам хотела показать свою швейную комнату может быть кому-то это будет интересно может быть кто-то извлечет из этого видео что-то полезное если он как раз устраивает свое швейное место лишь вы свою швейную комнату маленькая предыстория этой комнаты здесь у нас когда-то была такая большая кладовая вот стояли шкафы вот несколько шкафов еще осталось от старой мебели и в них хранили всякие ненужные мелочи всякая ненужная посуда продукты которые мы впрок закупали и так далее вот здесь вот стоит такой огромный дубовый стол посередине вот и на нем я шила и вот эти все шкафы наверху были завалены картонными коробками там где хранила ткани хранила всякие мелочи для своего шитья и конечно зрелище было не из приятных и когда мое швейное дело как-то немножко начала более менее развиваться вот мы решили что из этой комнаты мы оборудуем для меня швейную мастерскую мой муж конечно не не очень рад был такому известию потому что вот на этой стене стоял такой огромный огромная стенка где посередине был его бар но потом он согласился с условием что бар останется и мы в в оставшиеся вот этих двух шкафов шкафов по одном из них оставили бар вот вот это вот бар который остался вот и здесь у нас хранятся всякие вот например машины которые на кухне не нужны каждый день внизу у нас хранятся продукты которые мы запокупаем впрок так что этот шкаф еще остался из той прежней комнаты вот что я вам хочу показать вот например вот смотрите вот эта дверь с обратной стороны на ней висят вот такие вот как они называются даже не знаю эти вот типа мешки с карманчиками они вообще приспособлены для носков для плательного шкафа и посмотрите как удобно них в этих карманчиках хранить нитки то есть нитки можно рассортировать по цветам и их видно они очень удобные они двухсторонние вот с каждой стороны но там сзади у меня почти ничего нет вот я их покупал на барахолке там за 1 евро и очень-очень ими довольными довольна вот так что вам на заметочку девчонки это очень удобно просто вот такие крючки я прицепила и повешивала на них вот эти вот мешки всегда видно вот потом вот это приспособление тоже очень-очень удобно тоже вам советую вообще это такая полка для мастерской для для всяких шурупчиков гаечек и так далее да вот мой сын догадался вообще все что тут сделано в комнате это все сделал мой сын конечно же не я я ему только помогала все идеи это его спасибо тебе антон так вот вот это вот такая полка подвесная в ней удоб очень удобно хранить всякие аксессуары можно их рассортировать замки и так далее эти такие вот полочки они снимаются они съемные единственное что я еще не сделала все некогда это просто надо будет подписать чтоб не заглядывать что там и как искать и это еще очень удобно что всегда видно что у тебя кончилось например кончился у меня такой-то замочек бегунок или кончились кольца или кончились карабины всегда всегда видно всегда видно что нужно закупать конечно мало так я думаю нам надо такой такой шкафчик такой подвесную полку покупать еще одну потому что все суда не вместилось поэтому остатки лежат у меня еще в коробочках вот в таких вот девчонки советую прелесть просто для швейной комнаты для организации швейной комнаты очень очень хорошая вещь вот это вот доска для ниток тоже сделал мой сын он просто купил такую большую доску в икеи там их очень много любых размеров просверлил в ней в этой доске дырочки с уклоном и приклеил туда вставил такие палочки эти палочки это просто шашлычные палочки такие деревянные вот и они в таком в наклонном виде туда засунуты и приклеены посмотрите сколько здесь вмещается не так это же просто класс я просто восторге от этой доски вот вот здесь у меня нитки которые для промышленной машинки толстые например здесь у меня для вышивальной машинки нитки и так далее здесь у меня для верлога нитки то есть а этими велочь да кстати этими нитками оверложными я шлю на бытовой машинке это самый самый хороший выход они прочные достаточно они их очень много надо на бобине поэтому очень удобно ими пользоваться на шить на бытовой машине вот так что советую тоже вот такую доску построить это очень просто и очень дешево получается кстати хотели купить готовый она там такая маленькая вы не знаю там на сколько катушек ниток стоит там 50 70 евро и так далее так что вот так вот дальше что я вам хотела очень очень посоветовать вот здесь вот тоже висит у меня такой типа мешка с карманчиками тоже на двери это вообще мешок для обуви вот мы специально нашли чтобы карманчики были прозрачные и там я храню замки тоже очень очень удобно это следующий совет девчонки это очень удобно потому что замки раньше у меня были просто в одной в одном контейнере и это было неудобно рыться искать и так далее так же само видно какой зам как какие замки кончились какие цвета нужно докупить и так далее вот ну вот вот этот шкаф тоже мы купили вот такой вот здесь у меня тоже еще есть вышивальные нитки которые маленькие бобины вот там внизу у меня лежат в коробках ремни и так далее конечно же красиво когда эти коробки не прозрачные но с другой стороны прозрачные коробки удобные для швейной комнаты потому что видно что где лежит или можно их просто подписывать вот например вот здесь у меня подписано до косая бейка вот мы покупили когда мы оба начали оборудовать мою швейную мастерскую мы купили очень много всяких коробок у меня здесь конечно не все в этой комнате хранится потому что здесь все не уместишь есть у нас еще гостевая комната там стоит огромный шкаф плательный и там конечно тоже он весь забит тканями в основном вот ну там в углу у меня стоят тоже какие-то ткани на этой вешалке какие-то мои проекты которые я шью сумки которые мне приносят на реставрацию и так далее сумки вот вот этот шкаф старый подняли мы из подвала тоже у нас он очень нам пригодился здесь вот в шкафу у меня лежат заготовки или те детали которые как раз в проекте которые я шью вот и здесь внизу это все кожа это все кожа девчонки тоже я вам хочу посоветовать вот смотрите здесь мне наверху как раз лежат вот я вам покажу посмотрите как как это удобно вот такие мешки они это мешки предназначены для путешествий то есть в них можно там что-то ложить они с сеткой с прозрачной то есть продаются они в комплекте помпа 5 штук они очень дешевые и вот в каждой у меня хранится кожи я вижу какого она цвета здесь и так далее тоже очередной совет очень очень удобно вот спрячем мы это все пока так вот линейки была проблема с линейками куда девать линейки потому что их много тоже мой сын от придумал вот такой вот вариант плохо видно вот он просто в этом шкафу также просверлил отверстия с уклоном приклеил туда эти деревянные такие ну которые вам говорила он вырезал из шашлычных палочек таких деревянных и вот у меня висят линейки конечно эти линейки еще не все с другой стороны шкафа тоже линейки и здесь конечно на столе тоже их огромное количество вот и так далее так дальше стол вот этот стол где стоят у меня мои три машины тоже сооружен с деталей из икеи то есть был куплен вот такой шкаф посередине с тумбочками вот и на него положены две больших таких платы эти платы специально мой сын выбрал чтобы они были широкие это для того то есть вы если будет узкая у вас столешница будет очень неудобно если вы шьете сумку да и что-то другое тоже то есть вы когда шьете вам же нужно вашу изделие проталкивать вперед чтобы там сзади было место вот поэтому эта плата специально сделана выбрана так так такой широкой вот на него конечно мы поставили лампы потому что освещение которое в машинках иногда бывает недостаточно вот уютненько здесь у меня очень когда у меня появилась появился этот стол с этими машинками я шила еще с большим удовольствием потому что это очень приятное чувство когда у тебя такая мастерская появляется швейная вот ну идем дальше девчонки здесь у меня еще один шкаф тоже шкафы языке это вот часы музыка всегда шью с музыкой вот дезинфицирующий материал для сумок вот потому что когда сумку сошьешь прежде чем отправлять заказчику конечно же ее надо обработать дезинфицирующим миттелем потому что ну это так положено все должно быть гигиена гигиена должна быть всегда присутствовать вот ну вот такой тоже шкаф где лежат всякие принадлежности вот вода дистиллированная для утюга и так далее внизу там такие вещи которые мне не нужны ближайшее время и так далее мусорки девчонки это очень важные мусорки вашей комнате вот у меня везде вот это например тоже такая удобная мусорка то есть я вот на этом столе работаю краю и сразу скидываю сюда обрезки мусор до под каждым столом под каждой машинкой у меня стоят мусорные ведра чтобы мусор не скидывать на на пол вот стулья вот что я вам хочу сказать про стулья девчонки я очень долго искала удобный стул на котором можно шить и что вы думаете где купила вот у меня один и второй такой я купила эти стулья просто на барахолке у нас вот после долгой пандемии осенью прошлом году разрешили барахолку я туда конечно же с большим удовольствием побежала когда эти стулья увидела я была в таком восторге они были совершенно новые и когда я спросила цену мужчина говорит за два стула 5 евро я не поверила своим ушам конечно же их схватила я пешком пошла на барахолку вот я их тащила домой вот ими очень очень довольна они удобные на колесиках очень удобно передвигаться ну и кресло большое стоит у меня вот на с этим креслом я шью на бытовой машине вот ну я не скажу что это сильно удобно но она уже здесь была я его и оставила вот теперь идем дальше этот шкаф у меня здесь у меня хранятся ткани куда гладильная доска конечно немножко тесно здесь я глажу даже и мужу рубашки и всякое белье и конечно же свои изделия которые я шью вот в этом шкафу у меня хранятся ткани вот я вам как я сказал эти ткани еще не все это те ткани которые вот нужно вот на первое время конечно же внизу меня есть такое отделение где когда остаются обрезки всякие я туда просто закидываю эти обрезки может когда-нибудь пригодятся жалко выкидывать просто вот здесь у меня хранятся тоже готовые изделия это подушечки для мобильных телефонов например вот которые мы продаем тоже в нашем магазине вот это готовые с другой стороны не буду вам открывать там лежат вещи которые у меня в проекте которые надо подшивать перешивать и так далее наверху тоже коробки вот со всякими всякими которые нужно нужны ближайшее время наверху у меня конечно еще очень много коробок вот со всякими штучками которые не нужны в ближайшее время но всегда можно пойти туда найти их достать в нужный момент ну машины вот моя машинка промышленная девчонки у нее конечно тут дополнительное еще освещение имеется потому что иногда нужно просто много освещения вот возле нее конечно иголочки и все что нужно для шитья на этой машинке вот тут у меня остатки обрезки всякие то есть найти как всегда нужно проверить строчку и на этих обрезках вот я не выкидываю ну выкидываю но не все оставляю чтобы проверить строчку сделать контрольную строчку вот так ну по промышленной машине сразу вам расскажу коротко когда я выбирала промышленную машину для меня важным фактором было вот это вот расстояние вот потому что когда сумку шьешь конечно если вот это вот расстояние между мотором до иголкой маленькая очень трудно сумку передвигать по переворачивать и так далее поэтому это было важным критерием очень еще я хотела чтобы мотор находился не внизу как на многих машинах а встроенный ну что я вам хочу сказать это машинка какие вне недостатки девчонки если вы будете покупать и промышленную машину не покупайте и электронную не нужно вот это вот вот здесь электроника потому что во первых эти машины приходят приходят без инструкции мы когда ее получили позвонили сразу к людям к этой фирме где мы заказали мы сказали нам нужна инструкция я даже не знала как эту машинку заправлять слава богу что в интернете я нашла на страницах интернет как заправлять ее они нам инструкцию не предоставили не предоставили мы пытались очень много искали потом в конце концов мой сын позвонил в китай где их производят благо что он разговаривает по-английски и там тоже разговаривали по-английски и он попросил инструкцию и они нам инструкцию прислали тоже очень очень непонятно мы хотя бы для того чтобы мы установили ширину строчки us и скорость больше мы как вот поставили когда мы купили вот эту ширину строчки и скорость больше мы к ней не прикасаемся потому что у нас был один раз сбой что она только нажимаешь на педаль она просто не знаю на такой скорости шила что мы ничего не могли сделать в общем вот совет просто без никакой электроники простую машину ну конечно конечно же желательно что вот это вот расстояние было побольше вот ну лампы конечно освещение вот идем к другим машинам здесь когда я мои машинки искала какую я очень много пересмотрела видео я очень перечитала много я думал какую же марку машины машинок мне выбрать и я пришла к выводу что фирма джанаме очень очень даже неплохая я смотрела видео мастеров которые ремонтируют машины вот они все рассказывали что очень редко к нам попадают на ремонт машины фирмы джанаме короче говоря вот так я пришла к этому что надо мне джанаме и приобрели мы эту вышивальную машину конечно мечтаю я о другой она неплохая я не могу ничего сказать вот она неплохая но есть такие машины в которые вставляется там допустим 8 или 16 катушек но они стоят конечно бешеные деньги но в проекте я очень мечтаю конечно же такую машинку за иметь тоже была с ней проблема когда мы ее получили хоть это хваленая джанаме фирмы она у нас просто очень очень сопротивлялась вышивать что мы только не переделали что мы только не пересмотрели у кого только не спрашивал и блогеров которые вышивают на такой машине никто мне ничего не мог сделать потом в конце концов мы обратились на фирму где мы ее покупали и нам сказали присылайте ее назад мы послали ее потом послали в голландию наверно в голландии их собираю так думаю но она у нас побывала в голландии и где-то через месяц мы ее получили назад и после этого конечно она шьет прекрасно тьфу 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 чтоб не сглазить так ну вот это вот машинка она называется джанаме мэмори крафт 500 е бытовая машинка швейная машина вот эта машина мэмори крафт 6700 п ну типа как полупрофессиональная она я и очень довольна у нее множество функций когда нибудь может быть я сделаю видео поподробнее про эту машинку хотя когда я покупала было почти не было видео про нее а сейчас уже появляются я уже видела видео где подробно рассказывают про эту машинку чему я очень рада потому что честно говоря она у меня уже пять лет я до сих пор и еще не полностью изучила у нее есть вот коленный подъемник лапки что это тоже очень удобно огромный столик да когда свои сумки шью очень удобно и тоже большое расстояние ну не такое уж большое но достаточно вот чтобы сумку крутить переворачивать и так далее вот вот такая машинка ну и оверлок оверлок у меня еще есть сейчас конечно им пользуюсь редко раньше я шила ребяти внукам своим очень много вот а теперь просто некогда вот но я все равно очень рада что он у меня есть я им очень довольна оверлоком вот тоже джанна мэй естественно вот ну что вам я еще могу рассказать вроде я вам показала все я просто хочу еще несколько моментов сказать вот что для меня важное вообще вот в комнате что важное самое главное девчонки вот я считаю одно из первых условий это запах если вы я имею ввиду если вы шьете на заказ потому что вы представьте себе если вы шьете кому-то платье а на кухне у вас кто-то жарит пирожки записи как будет пахнуть это платье да это очень очень неприятно или когда я шью сумки а потом сумка придет заказчице в посылке она и открывает и там будет какие-то посторонние запахи поэтому все у нас очень изолирована эта комната всегда закрыта хотя все равно когда хотя все равно чё греха таить я курю мой муж курит если я пошла сделала паузу перекурила пришла от меня пахнет сигаретами естественно какие-то запахи получают изделия поэтому перед тем как отправлять мы естественно что мы их обрабатываем и вино выносим на улицу их проветривать и так далее потому что запах это очень очень важно конечно должно быть все очень удобно вот например мой стол где я краю свои изделия вот здесь например у меня шуфляда где хранятся всякие инструменты то есть я раскроила я там какие-то клепки сделала опять закинула и закрыла чтобы на столе это не не оставалось вот здесь у меня тоже стоят еще ой извините споткнулась огладильную доску вот вот всякие тоже шуфляды вот все у меня здесь конечно рассортировано по возможности вот все рассортировано честно скажу все делал сын даже в сортировал все мои принадлежности и так далее ну молодец спасибо ему конечно у меня очень очень помог здесь тоже шуфляды вот здесь например тоже очень удобно здесь лежит то что нужно при шитье конечно тут надо тоже убирать но тоже очень удобно то есть шпульки всякие вещи которые мне нужны непосредственно шитье вот здесь у меня лежат тоже всякие детали всякие запчасти для машины лапки и так далее вот покажу вам дальше короче говоря нужно так себе устраивать чтоб все было под рукой чтобы ничего не валялось наверху вот ну я думаю что вам все девчонки рассказала ну вот могу еще показать кстати вот когда я шью у меня вот такой вот есть вот переносная такая коробка и здесь лежат те детали те вещи вот которые мне непосредственно нужны для шитья вот такая у меня есть вот и еще здесь вот еще одна есть то есть все так разложено чтобы было очень легко и аккуратно работать вот мы кстати вот такой вот бокс такой бокс где у меня рассортированы клепки а вот посмотрите девчонки я вам покажу вот это вот маленький мой маленький музей вот посмотрите вот этим подушечкам лет 100 наверно наверное для иголок а вот это вот вот посмотрите коробочка сама только коробочка чего стоит я позабила в интернет посмотрела каких она времен это из аптеки из баден бадена это аптека до сих пор существует коробочка 1915 года вот это там что-то в ней продавалось это к не поняла что а в ней а в ней девчонки сейчас я вам покажу что лежит в ней в ней лежат иголки вот в ней лежат иголки вот посмотрите и кстати они полные вот это тоже вот они полные иголочки в ней в них есть вот посмотрите я тоже в интернете посмотрела вот это вот такая была фабрика тут несколько марок это такие две фабрики там где изготовляли иголок и они 1925 года все прекрасным прекрасном состоянии эти все пакетики целенькие и они полные иголочками это конечно у нас это досталось мне от бабушки моего мужа то есть они очень 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 старинные вот эти подушечки подушечки тоже еще у меня есть огромная коробка с такими красивыми красивыми очень старинными пуговицами может быть кому то интересно может быть когда-нибудь я вам их покажу девчонки ну вот так вот вроде вам все показала вот может быть кому то это видео было полезно вот до новых встреч мои дорогие подписчики и гости моего канала